Пошлое, давно закрыта дверь, Мой детский смех дали разносит эхо. Хочу назад в родной СССР, Где было всё для счастья человека. Он тебя запутал. Он говорит, нельзя сравнивать, Надо совок сравнивать сейчас. Тогда было нельзя сравнить с заграницей, И сейчас не надо сравнить с заграницей. Вы быдло, вы не сравниваете с хорошим, Вы плохое с плохим сравниваете. Зеев, ты вообще не прав. Почему мы должны сравнивать говно с говно? Потому что вы живёте, это одна страна. Секундочку, что было тогда и что было сейчас? Вот это можно сравнивать. Сейчас говно и тогда говно. На Западе живут лучше, чем в СССР и чем сейчас. Надо жить как люди, а не как быдло говняное. Наташа, давайте сравним США в 60-м году, жизнь, и в США в 2020 году. Давайте тогда сравнивать, как живут в Америке, как жили 60 лет назад и как живут сейчас. Что же мы сравниваем? А мы тогда жили плохо и сейчас жили плохо. Как жили в Советском Союзе в 60-х годах и как живут в Америке в 20-м, в 21-м веке. Азеев, а вы... Азеев, а смотрите, а вы... Наташа, смотри. А смотри, получается, Наташа, что на самом деле Зеев просто меняет тему. Потому что мы говорим о том, что Совок 2-0 нам не подходит только и всего. Мы вообще не занимаемся сравнением. Мы говорим о том, насколько нам говённо было тогда. И всё, мы просто делаем срез. Мы можем говорить о том, насколько было хорошо, мы тоже делаем срезы, положительные мы называем, и я называл, и Валера назвал, и Юра назвал, мы просто делаем срез, мы ничего ни с чем не сравниваем, раз кто-то хочет возвращение в совок. Вернуть обратно. Вернуть этот автомобиль для Вовы, бронированный, он весит 6 тонн, 50% бюджет будет это оплачивать. Пусть бы лучше ездил на Байбахе, на котором сейчас ездит, он 8 раз дороже, ой, дешевле, а они гроб такой на колесах, с золотыми гербами, еще Гундяева посадить сверху, с крестом золотым, а мы сзади все идем и башкой о пол. Вот и самое хорошее достижение. И то это присмотрено с Роллс-Ройса, понимаешь? Своего ни хера нет, не ездит у нас ничего, не плавает, все тонет, кроме говна ничего не плывет. В Союзе было много плохого, говорит тень монитора, но и много хорошего. Нужно просто взять оттуда самое лучшее, что было, и смешать это с капитализмом. Знаете, вот самое лучшее, что было в Союзе, бомба, которую сперли, да, это уже ни для кого не секрет, не сами изобрели, а украли, разведка помогла, да. Фиат, который в Жигули переделали. Что, давайте, что у нас? А, холодильник какой-то был, который 30 лет никто не выкидывал, потому что не на что было новый купить, да? А он же рабочий был, облезлый весь, я помню, как у бабушки такой пузатый, крашеный масляной краской уже по третьему разу, облупленный. А он же работал, да, какая хорошая техника у нас была, да? Какой 30? Он все, наверное, 40 или 50. Я помню, мы поженились с мужем, и когда съехали от его родителей, они нам точно такой же дали. Я его сама потом красила в желтый цвет, чтобы немножко, ну, я же дизайнер, я его покрасила в такой, ну, приятный желтый цвет, чтобы он не пугал меня своими залысинами ужасными. И тоже работал, прям на улице работал, мы его в дом не смогли внести, он такой пузатый был, а дверь узкая была. Вот. Да, тут Людмила пришла. Что Путин решил нас готовить к СССРу, 2.0, что называется, понимаешь? Пропагандоны вовсю усираются на YouTube-каналах, на «Россия-24», сообщают нам, что у нас один выход. Мы в таком тупике из-за этого капитализма и бучего, что нам только вот социализм одна дорога, а иначе гражданская война. Вот такой вот. КГБ, по его выводу, посмотрите, КГБ не увиновен. Не виновен КГБ, Путин не виновен ни в чем. И теперь он просто витает в административных облаках. И кто-то ему к 91-му году какую-то систему подкакалил, а он из нее выйти не может. Да. Так. Агит-проб называется. Вот. И он, значит, говорит, надо просто все, чтобы было просто, понимаете? Я когда смотрю на какие-то простые, ну, вы знаете, есть в искусстве такой примитивизм. Меня вот это вот не радует совершенно. Меня тошнит от примитивизма. Я люблю что-нибудь сложненькое такое. Вот если вот орнамент, то обязательно отцветался такой, чтобы прям красиво было, понимаете? Я не могу вот эту колхозную, вот эту вот садеповскую простоту переносить, понимаете? Мне придется покинуть страну, если вы хотите в СССР. Ну вот спасибо, он против. Значит, давайте так. Сначала первый вопрос. Ну, там еще про интеллектуальное неравноправие, про социал-дарвинизм какой-то. Путин не виноват. Все забетонировано, но вы внедряетесь. Будьте циниками. Гнитесь, но не ломайтесь. Будьте циниками. Константин Сюмин призывает. Все, в боку Сюмина. Гнитесь, но не ломайтесь. Мимикрируйте. Стипендию 32 рубля. Мне папа мой добавлял еще 5 рублей. Я на свою стипендию летал в Москву и обратно на самолете вообще без всяких соревнований просто летал, понимаете? Это было настолько доступно. Я потом считал, я на свою стипендию мог купить, знаете, сколько? 104 килограмма ментая. Сколько сейчас студент может ментая купить? Ну, сколько? Что сравнивать-то? Короче, Валера, ты нигде не пропадал. Ты при любой власти подстраиваешься. Те, что Мальцев, что Навальный, что Ройзман, что Путин, что Горбачев, что Брежнев. Ты такой умный и ушлый. Везде подстелишься. Молодец. Не надо было тему такую поднимать, простовок. Не надо было. Так, теперь про квартиру слушайте. Моя мама работала очень тяжело и трудилась очень много. Приходила поздно, уходила рано. Мы ее почти не видели. При этом ей дали квартиру. На нее троих детей. Ее брата с женой. Квартира была двухкомнатная. 58 метров. Опять качели во дворе. Все пьют морковный сок. А я томатный. Нет ничего дороже на земле. Мгновение тех, что не вернуть обратно. Мы подняли эту тему и обсуждаем это. Вот и все. Зачем мы сравнивали? Нам их не понять. Юра Зеев и Валера хотят собок. Они хотят, да. Поэтому мы и говорим, каково было на самом деле. Нам конкретно. Мы люди, которые жили в это время. Вы скажете, не надо перебивать. Мы же ждем, когда вы сделаете паузу. Но если бы вы не хотели выступить, а просто к месту сказали бы, это одно. А если вы перебиваете, то это совсем другое. Ну давайте не перебивайте. Предвыборная пропаганда началась. Все. И вот они взялись полностью. Телевидение. Все это включило свои зомболучи. Туалетной бумаги не было. Срать. Нечем было вытереть. Газетки, блин. Я помню, как я была потрясена о культуре. Ой, такой читающий народ был. Мы вот советский народ был читающий. Слушайте, я как-то оказалась в гостях у друга своего мужа, а его жена преподавала русский язык в школе. И что вы думаете, а в туалете у них нашла? Войну и мир, который использовали для того, чтобы жопу подтереть. А почему плановая экономика не может быть эффективной? А потому что... Да. А я уже молчу про то, во что одевали детей. Детей одевали в то, что носили в три-четыре поколения. Понятно? Мне повезло, у меня бабушка с молодых соплей шить научила. Я хоть обшивала своего сына. Из собственных вещей перешивала. Бананчики тогда в моду вошли. Уже можно было плащовку какую-то купить. Я вот это сидела по ночам. Вот как сейчас я злюсь, что мне хотят вернуть эсцет. А при эсцет я отработала день. Потом семью обслужила по полной программе. Потом ночью шила сыну штанишки или себе юбчонку. А потом снова на работу шла. И купить ничего невозможно было. Сколько бы ты ни заработал, блин. Я помню, когда родила, мне по Великому Блату в Магадане за 25 рублей, при том, что у меня 100 рублей зарплата была, конвертик. Ну вот, знаете, что такое конвертик для выписки ребёнка. Болгарский, сраный, какие-то вышивки там. Мутный, да. Значит, фильм. Нет, это не дефирамбы Путину. Это призвление СССР. Вот такой стримутный. Если я вчера говорила, что СССР у меня на канале не будет. Но я говорю, по совету, это просто Филиппс, наверное, не слышал, с чего началось. Моего приятеля я посмотрела на одного пропагандона, когда имя уже не стала скрывать. Его зовут Константин Сёмин. В общем, он ведёт какую-то мутную передачу, которая ужасно называется «Агит-проп». на «России-24». Любимое слово – «Карбингент». Конвергенция. Каждые пять минут он произносит конвер... Конвергенция. Лена, пригласи его к нам. Нет, он не придёт, что ты. Он такие гонорары зарабатывает. Он кино снимает. Он вообще... Он испугался. Он очень любит говорить, знаешь, про что? Про административные облака. Значит, мы сейчас должны надеяться, если не хотим, чтобы была гражданская война, на то, что люди, которые витают в административных облаках, я цитаты записала, что к ним снизойдёт прозрение, что пора уже подумать о народе. То есть истребили херовую тучу, а теперь давайте думать о народе. Вот им делать нечего. У нас много лишних для них. Конвергенция, да, тем монитора, спасибо. Он каждые пять минут это говорит, значит. Он считает, что конвергенция – это и есть причина того, что СССР распался. Потому что, ну, те, кто увидел, какие автомобили за рубежом и туалетная бумага ароматная, понимаете, они решили, что можно совместить социализм и капитализм. И вот допустили до кооперативов там. А, даже не кооперативов, а что перед этим было? Какие-то артели там. И вот в этом ошибка. А теперь надо всё национализировать. И он даже не уверен. Он говорит, я часто думаю об этом. А вот булочные, всё. Знаете, это вредно. Надо, наверное, это тоже национализировать. Как вам булочные национализированные, блин? Так, потом. Ну, шельмование. Они нас не представляют. Мифы какие-то. И тут же... Ну, мифы разные бывают. То есть то, что он, извините, Панфиловцев тюхивает, там целый кусок передачи своей посвятил тому, как важно, как много таких героев было. Ну, может быть, конкретно этих не было. Но остальных-то для херища было, поэтому верьте этому мифу. И сначала он только что говорил про то, что вот, значит, либералы какими-то мифами живут. И тот же говорит, ну, вот некоторые мифы всё-таки же бывают полезные. Ну, чёрте что вообще. То есть он как бы его заносит, как любого творческого человека. И он что-то шлёпнет, а потом ого вспомнил. Нет, я же в другую тему. Потом, ну... Современный... Там был такой ролик, он дома снимал сам, «Ответы на вопросы». Вот, значит, якобы ему задают. Что вы думаете о современном подходе коммунистов к сексуальности? И он начинает рассказывать о подходе коммунистов к сексуальности. Вы кто вообще лезть в сексуальность, блин? Моугольных молоков. И Красный Первомай их лагереют. И кажется, всё просто и легко. И люди всё же немножечко добрее. Путин это всё, конечно, знает, но знает, что для него ситуация очень выгодная. Очень выгодная ситуация. Население как бы стоит только за то, чтобы не отобрали независимость. Вот это здесь он не может ошибиться. Это должно остаться. А интеграционный проект вполне возможен. Просто надо убрать этого негодяя Лукашенко, поставить своего человека, подписывать все эти документы и пойдём дальше. Потому что, да, Белоруссия – это ключевой момент. Потому что следующий, конечно, Казахстан. Конечно же. Скоро закроют границы и будем мы опять как в совке тут существовать. Я ползала. Да, да, вспомните, за границу было нереально. Это было просто... Это такая запредельная мечта. Да, первый раз мы смогли выехать в Болгарию. Сейчас скажу, в каком году. Это были 80... 80 последний год, ближе к 90-м. Это была первая возможность выехать самостоятельно за границу. Ну, другую не считаем. В школе я, поскольку я спортсменка, я ездила с командой там в Румынию. Да, но это не считаем. Это социалистическая республика из команды. А самостоятельно вот только пока не было детей и пока вот первая возможность. Даже не было загранпаспортов. У нас какие-то были то ли ва... Нет, паспорта, наверное, были, но какие-то ваучеры были. Вот как только она появилась, это возможно. Мы поехали в Болгарию и накупили себе вещи и сразу на несколько лет вперёд. Елена, Елена, можно войти? Да, да. Елена, здравствуйте. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Елена, можно вопрос и просьба? Там у вас зашла Ольга, по-моему, с Иркутска, с Устилимска. Нет, Людмила, она куда-то... Я хочу назад в родное СССР, где было всё для счастья человека. Холодильник. Надо было стоять в очередь на этот холодильник. Копить, стоять в очередь на ковёр, на холодильник. Я уже не говорю о машине. Медицина не к чёрту. Образование не к чёрту. Всё не к чёрту. За рубеж не поехать. дефицит во всем. Ну, о чем вы говорите? Хорошо. Я понял, приведу. Я тоже про холодильника и чинить. По 50 лет они... Моя мама лет 10 назад только выбросила старый холодильник. И это не от хорошей жизни, между прочим. Потому что они привыкли, это поколение привыкло одну вещь на всю жизнь покупать. И знали, что другого холодильника за их век не будет. И машины у нас вообще не было. Сколько наша семья не мечтала. Мало того, что он дорогой был. Ребята, о холодильнике-то... Лен, извини. О холодильнике-то по 3 лет работали советские. И без ремонтов. А сейчас вот вы по себе посмотрите по квартире. пока... Пока не я отвечу, а младшенький мой ответит. Сынок мой. Он не влазит в чат и не пишет ничего. Ну, вот мне так вот за кадром вот пишет, например. Юрий отвечает. Билет за 24 рубля покупал, датированный. Его кто-то оплачивал. Юра платил 24, а за него там еще доплачивали другие люди, у кого отобрали деньги. В холодильнике у нас тоже по 20-30 лет нормально работают. И сейчас. В холодильнике, это я вам отвечу. Я торгую бытовой техникой. Уже лет 30, наверное. Значит, сейчас мода пошла. Сидят везде инженеры и разрабатывают, чтобы он проработал именно то, что вот написано. 8 лет, как Валер рассказал. Вот. А есть фирмы, где их на этого нет. Вот, например, я знаю одну семью. У них розенгрев, по-моему, он финский. Это корпорация относится к электролюксу. Работает уже 40 лет. 40 лет. Вот у меня электролюкс остался на старой хате, которую я купил и продал. Ему уже 17 лет. Вот. Как Путин пришел, я его купил. И Паш, это ломаться не думает. Сейчас у меня Липхер. Вот уже он пятый год и не думает там ничего не отваливаться, не ломаться. Есть фирмы, которые жулят, на которые сейчас обратила внимание международная комиссия по правам потребителей. И сейчас начинают очень серьезно разбираться с этими инженерами, потому что информация выплывает, как они там в хороший чайник вставляют такую деталь или, например, в хорошую мясорубку ставят все железное, а шнек ставят пластиковый. И он вылетает за год и починить его невозможно. Их не продают, чтобы покупали другую. Это, ну, жюрье, обычное жюрье, которого везде хватало. Дальше пишет. Качество всегда, качество всегда было плохое. И ружья были плохие, и пули были плохие, и патроны были плохие. Сейчас советское ружье стоит 5-10 тысяч, а билет от того же времени стоит 300-500 и очень ценится. Это вот по ружьям, по всякой прочей херне. Машину реально было купить. 1015-20 по блату. Когда рассказывают, вот поехал артист какой-то, господь, я уж не помню, Макарьевич, что ли, выступал на заводе на этом и сказали ему, значит, приезжай бесплатно пить там 3 дня, и тебе дадут талон на покупку машины по госцене. Он пел, пел там его, дали ему эту бумазейку, он выходит, его грузин встречает. Продай мне ее за 10 тысяч. Вот эту бумажку, чтобы пойти купить машину новую. Вот. Воровали, насиловали, да девушек домогались, просто по телеку это не говорили. Не говорили, не рассказывали, наркоманы были, детские приюты, девочки. Вот сейчас все это развернули, не буду вдаваться. Вот он сыну не раз слышал, тогда машины стоили дорого везде и на Западе тоже. Это те пропагандоны или она, про которых ты вначале сказала. Но давайте фильмы посмотрим. В Париже в 30-х, 50-х годах было 8 полос, и они были заполнены. А у нас было 2 полосы, они были пустые во всех городах. В Москве Сталин нахерасил широченных улиц, и посмотрите кадры, они пустые. Ездят поливальные машины, моют. Пустые города. Вот так по машинам у нас. Мотели в США в то время появились, потому что все стали ездить, Форд сделал доступные машины еще в начале века. В начале века. Они берут, значит, вот ребята берут проблемы, они помнят хорошее прошлое, это сын все пишет. Вы хотите, значит, обсудить военного феодализма с пудриномикой. Понимаете, ребята, Валера, Иезеев, и Юра. Вы хотите с пудриномикой воровской сравнивать, а не с реальным капитализмом. Мы его не видели реальной. Мы не видели его, а на Западе все не так. И на 101-й километр высылали некрасивых людей, инвалидов военных с обрубленными ногами, и бабушек с мусорных свалок, и беспризорников, всех на 101-й километр. Подальше с глаз, из городов все это выселялось, вытряхивалось, вывозилось, чтобы все было красиво. И вы видели, красиво. Повезло вам быть в красивом... Сейчас, подожди, блядь. Валера, где это такое вранье, блядь? Повезло, что ты рассказываешь? Этих колясочников, я в детстве не помню, на 9-й мая они встроем выстраивались. Коляски без ноги. Помнишь такие коляски с ручками, блядь? Кто их, блядь, сделал? Что ты, Юра, рассказываешь? Где-то слышал какую-то херню, блядь, и лепишь здесь. Что, не помнишь, вот этих вот с ручками ездили колясочники? Они на 9-й мая встроем выстраивались. Я вообще не помню колясочников, на этих парадах. Да у нас море было колясочников, море. Вот эти, с ручками колясочники. Москвичей к вам. Кого вы сделали, ну что вы рассказываете, ребята? Где вы это взяли? Я зашел, мне это... Шатер Зиньев и Валера, дайте я договорю одну минуту, и будете говорить сколько хотите. У вас задорный спор получается. Валера, где у нас было при социализме доступная среда для инвалидов? Ответь. Сейчас только озаботились, у нас Ткачев это начал делать, принуждать магазины, делать пандусы. Нету инвалидов на улицах. Приезжай в Швейцарию, приезжай в Голландию, приезжай, где я был, блин, в Германию, например. Одни инвалиды на улицах. Я сначала попал, я чуть не охерел, блин. Я говорю, что вы тут инвалидов клепаете что ли? В Израиле то же самое. Инвалидов, говорю, клепаете что ли? Вы их нарочно уродуете, ноги обрубаете. Что все инвалиды на улицах? Говорит, это нормальный процент, у нас не больше, чем у других. Где они у нас, инвалиды, сейчас? Ну, ездят на инвалидных машинах, ездят на инвалидных колясках, на электрических, четырехколесных, суперколяски такие, он едет, одним пальцем управляет и ездит везде. Валера, где у тебя это в городе? Сейчас. Юра, я сейчас даже не спорю. Валера, я доскажу все-таки, не перекликивай меня, я никогда тебя не перекликиваю, я тебя уважаю, хорошо к тебе отношусь. Валера, еще раз, вы взяли, сравниваете военный федализм с футбиномикой, понимаете, а не с нормальным капитализмом. Я вам скажу, как площадка строится, строительная, выделяется в Турции, полно берега свободного. Я еду, спрашиваю, почему до сих пор нет дорогих отелей? Они говорят, государство еще туда не подвело коммуникации. Они сначала подводят коммуникацию, потом эту площадку выставляют на аукцион открытый, мировой. Русский может купить, курд может купить, узбек, американец, немец, турок. И потом частная инициатива, строит этот отель. И Турция ему дает, на 10 лет не платит налогов, 5 лет вообще не платит, 5 лет платит 5%. Считается, за 10 лет он отбил свои бабки, а потом вместе с государством они зарабатывают. Вступает в налог, там, до 30%, до 40%. Всем хорошо, не обидно, работает частная инициатива. И я в конце скажу, все, я больше не буду говорить. моя основная претензия к Советскому Союзу, она убила частную инициативу, этот совок, сраный, ебучий. Оно решало, где ставить дом. И как оно будет? Я работал на стройке, видел, как строится это. Паркет, блин, положили, хуя знает как. Стекла завезли, блин, не того калибра, надо тройку, а они двойку завезли. Я стеклил эти, блин. Постеклили, стеклили, стекол, половина осталась, не надо, кое-как обменяли на какой-то бетон сраный, привозят, он уже застыл, залили, блин, потом заходят люди, все течет, все ломается, блин, решили они. А капиталист построил этот отель, как положено, потому что он 10 лет должен отбить его бабки, а потом еще качать деньги оттуда. И в Турцию ездят с огромным удовольствием, отдыхают в этом частном отеле, который стал полу государственным. Но не в управлении и в чем-то, а бабки государство берет уже с построенного отеля и отбитого. Люди отбили. И вот сейчас Маск на Марс собрался, а мы получили сейчас пудриномику, именно из Советского Союза вашего любимого, это результат. А Средняя Азия получила своего, своих сейчас диктаторов, блин, они в ту сторону поехали. А если бы нас не было Советского Союза, и в Царстве ничего хорошего не было, и в Советском Союзе ничего не было, рабство было, крепостное право, и ни хера хорошего не было, и выветрили из людей все, блин, инициативу, все сидели, ждали, кто там скажет, что там скажет. Попробуй, от свободы были. Да попробуй выйди, скажи Брежневу мудак. И дурочка тебе обеспечена. Мы еще не провели цикл передач про Анатолия, который умер в протестах, блин, за политзаключенных, умер от голодовки. Про Новодворскую, которая три дурки прошла в 23 года, была красивая девочка, стала, сами видели, что стала, и все прикалываются, вот чудовище нас учит жить. У людей была совесть, блин, вышли на 68-м году, когда в Чехию попер этот ебучий Советский Союз, блин, порядок наводить. В Венгрию, блядь, перлись везде. Учить жизни, блядь, когда люди хотели тогда уже вырваться. Прибалтика меньше была под Советским Союзом, и быстренько начала выкарабкиваться. Тяжело. Умирали. Литовцы рассказывали, болезнь сухих волос была от голода. И они не становились на колени к Советскому Союзу, к России этой ебучей, блин. Покупали по 680 долларов газ. Когда продавали Германию, вот 280, Украине 180. А потом, когда Украина стала на дыбы, начали их загибать на 480. Вот так, блин, хороший Советский Союз. Субтитры сделал DimaTorzok